Козероги, здравствуйте! Тут сейчас у водолеев такой прогноз был потрясающий, поэтому поделитесь, если у вас есть знакомые водолеи, очень хороший период у людей, не каждый раз такие карты выпадают. Вот, ну а мы с вами сейчас делаем для вас второй прогноз на неделю наш традиционный. Итак, давайте спросим у карт, что ждет людей под знаком Зодиака Козерог с 15 по 21 марта. Ну, ровненько пошли карты. О, друзья, у вас, кстати, тоже хорошая неделя, у вас тоже интересный такой расклад. Значит, во-первых, на этой неделе будет благоприятно заняться трудом. Какой это может быть труд? Это может быть как работа, на которую вы ходите, ну, как работа в том плане, которая приносит вам деньги. Неважно, наемная она, или вы работаете на себя, или это бизнес, неважно. Но именно трудом, который приносит вам деньги. Это первое. Во-вторых, вы можете заняться трудом, который вам деньги не приносит, но который вам приносит удовольствие, либо перспективу вашего развития. Если вы, например, там, мама в декрете, что для вас труд? Это, прежде всего, все-таки касается тех вещей, которые вам нравятся делать, и которые вы делаете с удовольствием. Может быть, вы там что-то дополнили... Это сейчас не про материнство, да? Ну, если материнство – это ваше предназначение, то, конечно, как бы можно сказать, что рутина вас накроет на этой неделе. Но будут нюансы сейчас по королям, отдельно скажу. Что это может быть у мам в декрете? Это может быть какой-то ваш труд, который как хобби для вас, но может начать приносить вам доход. Об этом. Либо для людей, которые не, как сказать, не вынуждены работать ради денег, но которые занимаются каким-то делом для души. И даже, может быть, вы не получаете за это деньги, может быть, вы бесплатно стрижёте или красите подруг, делаете макияж, маникюры, ещё там что-то. Может быть, вы занимаетесь, как это называется, ландшафтным дизайном, например, или просто дизайном квартир, помещений. Это тоже труд, просто вы это ещё не монетизировали, но тут смысл даже не в деньгах. А тут смысл в том, что у каждого человека есть свой вид деятельности, в котором он реализуется как личность. И благоприятно заниматься именно этим, этим своим трудом. Важно уделить внимание тому, именно кем вы себя чувствуете на профессиональном поприще. Может быть, вы, например, художник, и здорово, если вы сможете уделить время искусству. Может быть, вы танцор, и здорово, если вы сможете уделить время тренировкам. Может быть, вы не можете заниматься именно сейчас по каким-то причинам своим видом деятельности этим, но пришло время вспомнить, размяться и вспомнить то, в чём действительно вы реализуетесь как личность. Вот это здесь важно и благоприятно заниматься именно этим. Карта совета «Император» и «Король чаш» у нас. Два мужчины, прежде всего, да. Эта карта говорит о том, что для женщин это значит. То, что на этой неделе благоприятно обращаться за помощью к мужчинам. Это может быть ваш мужчина, это может быть отец, может быть брат, сын даже. Не смейтесь над тем, что вы можете к маленькому сыну обращаться за помощью, как женщина, учить его общаться с женщинами. Обращаться к нему не как к сыну, а как к мужчине, не как мама, а как женщина. Это важно, да. Кроме того, вы можете обращаться к наставнику за помощью, за советом. На этой неделе благоприятно вам обращаться к мужчинам и получать их поддержку. «Король чаш» он символизирует часто мужа, с которым у вас очень хорошие и тёплые отношения, либо любовника, с которым у вас очень хорошие и тёплые отношения. То есть мужчины, они для вас на этой неделе могут оказать поддержку и покровительство, в том числе в вашей работе. Поэтому если вы работаете где-то, вы можете пойти к начальнику, к руководителю, обратиться к нему за помощью. Вы можете пойти к любовнику или к мужу с просьбой, чтобы он вам помог с работой. Вы можете обратиться, если вы в декрете, вы можете обратиться к мужу с просьбой о помощи. Может быть, он может помочь вам временем, чтобы взять на какое-то время ребёнка, а вы могли реализовываться профессионально, либо оплатить няню, чтобы муж оплатил няню, чтобы вы могли также реализовываться профессионально, чтобы у вас нашлось время для того, чтобы заниматься тем, в чём вы можете развиваться. Вот кто досюда дослушал, тот поймёт сейчас, к чему я долгий спич вела в начале этого видео. То есть что для мужчин это означает? Для мужчин эти карты означают то, что вы можете стать этим покровителем по отношению к людям. И если к вам будет кто-то приходить за помощью, очень благоприятно будет для вас прежде всего помочь этим людям, потому что в перспективе для вас это обернётся добром. Поэтому на этой неделе совершайте покровительство, помогайте слабым, помогайте просящим, будьте сильными, потому что если к вам приходят люди за помощью, это и есть то самое признание вашей силы, вашей власти, вашего могущества и того, что вас уважают как Личность и как мужчину. Поэтому на этой неделе благоприятно этим заниматься, и пусть все будут добры по отношению друг к другу и будут готовы что-то дать прежде всего. В том числе и женщина, которая обращается за помощью к мужчине, она должна ему объяснить, какая выгода есть у мужчины от того, что он поможет женщине. Например, ты можешь посидеть там с ребёнком час или два часа в день или нанять няню, а я смогу уделить внимание тому-то, 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 я буду более счастливая, радостная, буду тебе дарить больше положительных эмоций, а не срываться на тебя, когда ты приходишь с работы. Ну, как пример я вам накинула. Поэтому прежде чем что-то просить, подумайте, что вы можете дать взамен. Вот такая вам история на эту неделю. Я вам желаю удачи, пусть у вас всё получится, и просите, и будет вам дано. Всего доброго!